Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Разворот в Сызрани». Сегодняшний выпуск мы ведем вдвоем. Я Елена Костина и мой коллега Игорь Матвеев. Добрый день, Игорь! Добрый день, Елена Михайловна! Я бы назвала наш выпуск так «Привет от налоговой». Сегодня, Игорь, мы с вами поговорим о возможности налоговых вычетов. А я попросил бы уважаемого редактора рассказать, как вернуть деньги за лекарства, учебу, квартиру и вообще, как нам за счет государства вернуть деньги. Ну да, я, значит, опять отдуваюсь, а вы, Игорь, по другую сторону микрофона. Все, я требую дублера-каскадера. Я тут краем уха слышал, что часть денег, которые на учебу потратишь, можно вернуть. Да. Раньше эта проблема меня не касалась, а вот сейчас захотелось узнать поподробнее. Хорошо. Если вы потратили деньги на собственное обучение, обратите внимание, дорогие радиослушатели, что речь идет именно о собственном обучении, того человека, который пишет заявление о налоговом вычете. В том числе, включая музыкальные, спортивные секции. Или, если вы потратили на учебу своих детей по очной форме обучения в школах, вузах и языковых лагерях за границей, обратите внимание, если вы учили своих детей, то в данном случае берется в расчет только очная форма обучения. Неважно, будь то в школе, в высшем учебном заведении или в языковом лагере. То в этих случаях вы можете воспользоваться полным правом на получение налоговых вычетов. Кроме того, вычет можно получить по суммам, которые вы заплатили частным клиникам, при покупке лекарств, при оплате анализов и при оплате операций. Достаточно чека? Да вот не совсем. Главные условия – это наличие лицензий у образовательных и медицинских учреждений и документов, доказывающих ваши расходы. Эх, знать бы раньше, слышал, что можно вернуть часть денег при покупке квартиры. Это так? Ну да, и не только. Право на вычеты имеют те, кто покупает готовое жилье, строит его сам, либо участвует в долевом строительстве. Вот, правда, такой вычет можно получить только один раз в жизни и по одному объекту. Так что, Игорь, если вы задумали проект, конкурентные кошели в проекту, если вы задумали застроить всю соседнюю улицу личными домами, там, прикупить пару квартир, то таки нет, на налоговую поддержку государства не надейтесь. А сроки? Ну вот опять же, знать бы раньше, а если я домик продал год назад, все, я в пролете, что ли, получается? За вычетами могут обратиться и физические лица, продавцы недвижимости, земельных участков, автомобилей и нового имущества, которое находилось в их собственности менее трех лет. При этом сумма имущественного налогового вычета для жилой недвижимости и земельных участков не должна превышать одного миллиона рублей, а для других объектов не более 250 тысяч рублей. А если квартира оформлена, например, на мужа и жену пополам? Если дом или квартира в долевой собственности, то размер вычета распределяется между совладельцами пропорционально их доле. А вот этот пункт, Игорь, я должна процитировать, поскольку дословно его воспроизвести довольно сложно. Вместо права на получение имущественного налогового вычета продавец имущества может заявить вычет в сумме, направленной на приобретение этого имущества ранее. Замороченная фраза. Я сама не поняла, что сказал. Сказал, давайте-ка я повторю еще раз. Вместо права на получение имущественного налогового вычета продавец имущества может заявить вычет в сумме, направленной на приобретение этого имущества ранее. Если проданное имущество у вас в собственности находилось более трех лет, то такие доходы вообще не облагаются налогом. Если вы жертвуете на благотворительность, это уже вопрос не к вам, Игоря, а к юридическим лицам. Помогать людям, знаете ли, это выгодно. Если помогли кому-то, значит, вам тоже положен вычет. Он зависит от суммы ваших пожертвований за год, но не более, обратите внимание, 25% полученных за этот период дохода. А кому положен налоговый вычет? Что на этот счет говорят юристы? Налоговый вычет применяется только к доходам, которые облагаются налогом НДФЛ по ставке 13%. Поэтому вы вправе их заявить, если платите со своих доходов этот налог. И все так просто? Пошел и получил? Да ну нет, что вы, Игорь, как будто не в России живете. Безработные, не имеющие иных источников дохода, кроме пособий по безработице, они воспользоваться вычетами не могут. Хотя вроде бы их в случае, допустим, попадает под какую-то из статей закона. Но вот безработные все. Так же и как лица, получающие пособия по уходу за ребенком или за инвалидом. Индивидуальные предприниматели, которые применяют специальный налоговый режим, они, увы, в список счастливчиков не попадают. Давайте разберемся, какие бывают вычеты. Какие вычеты? Во-первых, есть группа социальных вычетов. Это все, что связано с благотворительностью, обучением, лечением. Вот, кстати, обратите внимание, с дополнительными страховыми взносами на накопительную часть трудовой пенсии, с негосударственным пенсионным обеспечением и добровольным пенсионным страхованием. Для получения социального налогового вычета по расходам на собственное обучение обращаю внимание и вас, Игорь, наших радиослушателей, в данном случае речь идет именно о собственном обучении заявителям. Она может быть всякая. Очная, заочная или заочная, в общем, любая форма обучения. А вот если вы оплачивали обучение своих детей, подопечных, брата, сестры, то форма обучения этих детей должна быть только очной. Ну, вот такая статья закона. И, опять же, странно было бы, если бы все было так легко. Например, налоговый вычет, закупленный в аптеке лекарства. Вы думаете, вот так прямо вот пришли в налоговую и вам так прямо и дали деньги, да? Не думаю, не думаю, чтобы с нашей налоговой что-то вытрясти. Я предполагаю, что это нужно приложить просто бешеные усилия. Тут ведь дело-то, наверное, не в самой налоговой, а дело в том, что закон у нас несколько заморочен, скажем так, и простым гражданам очень сложно его понять. У нас, по-моему, все законы заморочены. Ну да, в том числе и закон о налоговой. Сами грешит раскладчатостью формулировок. Ведь вот подумайте, ну это же вот надо суметь так сформулировать фразу. Я просто возмущаюсь, как журналист. Вместо права на получение имущественного налогового вычета продавец имущества может заявить вычет в сумме, направленной на приобретение этого имущества ранее. То есть, по сути дела, человек может сказать, что, мол, этот налог, который с меня хотят взять, я на самом деле на эту сумму, эту собственность купил. Я правильно понял? Это вы сейчас меня спросили или того, кто сформулировал эту фразу в законе? Наверное, у вас... Вместо права на получение имущественного налогового вычета продавец имущества может заявить вычет в сумме, направленной на приобретение этого имущества ранее. То есть, налоговый вычет, это теперь у нас право, а не обязанность? Ну да, да, это право. Конечно, человек, если очень сильно богат или очень сильно ленивый, может и не пойти в налоговую и не взять этот вычет. Но мы все-таки ведем передачи для тех, кто хочет свои денежки забрать. Так вот, о видах вычетов, о том, что социальные вычеты связаны с обучением, лечением, с дополнительными страховыми взносами, мы уже знаем. Так вот, что прописано в законе. Лекарства, назначенные вам лечащим врачом, я, Игорь, обращаю ваше внимание на эту формулировку, она меня просто восхищает. Итак, лекарства, назначенные вам лечащим врачом и приобретенные за свой счет, или страховые взносы, уплаченные страховым компанией по договорам добровольного личного страхования, тоже попадают под вычеты. Уж я не знаю, что нужно сделать, чтобы убедить доктора, например, в стационаре, назначить вам это лекарство. И насколько сильно нужно доктору не любить себя, чтобы прямо вот так своей рукой самоубийца написать в истории болезни. Не помогает больному аспирин, полтаблетки от головы, полтаблетки, простите, от другого места. А нужен больному, например, раком, сутент за 210 тысяч рублей, потому что все остальное ему бедолаге уже не поможет, а жить-то ему хочется. А мне, врачу, ненормальному, написавшему правду, точно жить надоело, в чем расписываюсь в истории болезни. Вот представляете такую ситуацию? Очень хорошо представляю. Да, я как-то с трудом представляю нашего врача, который подобные вещи напишет. Но к вопросу о вычетах. Есть еще группа стандартных вычетов, и вот что интересно, эти вычеты не зависят от каких-либо расходов физических лиц. Применять их можно ежемесячно. Чаще всего заявляется стандартный налоговый вычет на детей. Его размер до 1400 рублей на первого ребенка, 1400 на второго, 3000 на третьего и каждого последующего. Единственный родитель при условии, если второй супруг умер, признан безвестно отсутствующим, признан. Либо ребенок рожден вне брака, отцовства не установлено. Вот если родитель единственный, он может получать вычет в двойном размере. Если же он вступает в брак, то со следующего месяца вычет на ребенка ему предоставляется, как и всем, в одинарном размере. 280 тысяч рублей – такова предельная сумма дохода, при котором можно получать детский вычет. Если вы заработали в течение года больше, то вычет вам не положен. Имущественные. Расскажите, пожалуйста, о них подробнее. Да, есть еще имущественные вычеты. Пожалуйста, расскажу подробнее. А наши радиослушатели послушают. Возможно, тут как раз их случай. Предоставляются вычеты на новое строительство или приобретение на территории России жилого дома, квартиры, комнаты или доли. Далее в них земельных участков, не просто земельных участков, а тех, что предоставлены для индивидуального жилищного строительства. И земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома. Лимит на сумму до 2 миллионов рублей при покупке или при строительстве. И до 1 миллиона рублей при продаже недвижимости. Ну, до 250 тысяч в год при продаже автомобилей. Это так между словом. Между прочим, увеличить сумму вычета при покупке жилья помогут банковские проценты по ипотечному кредиту. По ним тоже можно получить вычет, в том числе и сверх положенных 2 миллионов рублей. То есть, если вы на приобретение жилья взяли ипотеку, то вот на те проценты, которые вы будете платить банку, на ту сумму, что превысит максимально положенную по закону 2 миллиона рублей стоимость жилья, так вот на эти проценты вы тоже можете получать налоговый вычет. Ну, давайте, Игорь, рассмотрим конкретный пример. В 2012 году, например, возьмем завершившийся финансовый год, гражданка Иванова получила доход, в данном случае мы говорим о заработной плате, в размере 100 тысяч рублей, облагаемой НДФЛ по ставке 13%. Не за месяц, конечно, она 100 тысяч получила, а за весь 2012 год. То есть, зарплата у гражданки Ивановой была самой сызранской, 8 тысяч с копейками. Наверное, работала в какой-нибудь местной группе компаний, под руководством того, кого нельзя называть. И платил ей темный лорд крутые бабки. Почему же? И не в его компаниях тоже 8-10 зарплаты. Ну, да, 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 дурной пример заразителен. Пытаясь вырваться из этого болота, гражданка Иванова поступила в институт. Судя по цене, не местной. В этом же году она заплатила за свое обучение, как сказано в данном примере, 30 тысяч рублей. И в связи с этой тратой решила заявить налоговый вычет. Так вот, на него она имеет право. В налоговой декларации Иванова вправе заявить всю сумму своих расходов на обучение, то есть 30 тысяч рублей. Из бюджета ей будет возвращена, конечно же, не вся эта сумма, а 3900 рублей, то есть 13% от 30 тысяч рублей. Так, чтобы голоду не помереть. Ну, все-таки 4 тысячи вернет, очень даже неплохо. Не лишнее, конечно. Да. Говорить об этом, Игорь, можно много, но проще зайти на сайт налог.ру. Там есть список документов и программа по заполнению деклараций. Удачи и вам, и нашим радиослушателям. А мы, дорогие радиослушатели, не прощаемся. Наш выпуск продолжается. А мы, дорогие радиослушатели, не прощаемся. А мы, дорогие радиослушатели, не прощаемся.